День красоты для особенных детей В ленинском городском округе стартовала ежегодная профилактическая вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать не только в медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах. Один из них расположен у торгового центра «Галерея-918». Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом убеждена и Вера Иванова. Жительница города Видное делает прививку уже второй год подряд. Я думаю, что мне помогает, потому что три года назад в конце декабря я заболела гриппом. Но уж очень у меня тяжелое состояние было. И вот прошлый год сделала еще и в этом году хочу сделать. Для удобства видновчан, желающих пройти вакцинацию, у торгового центра «Галерея-918» находится мобильный пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием для организации профилактических прививок. Процедуры проводят врач-терапевт и медсестра. В наличии имеется несколько вакцин, и каждый желающий может выбрать вакцину с учетом показаний или противопоказаний. Какую вакцину выбрать, уже будет решать врач-терапевт после осмотра. Пройти иммунизацию в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. При себе необходимо иметь только паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Прививку я перенес очень легко. Мне кажется, она мне помогла преодолеть заболевание ковид в легкой форме. Никаких осложнений у меня не было, поэтому я подумал, что и в этом году почему бы и нет. Тем более, говорят, что идет новая волна. Усиление организма всегда необходимо. Врачи отмечают, что защитный эффект от прививки длится около года, но проявляется только через две недели после введения вакцины. Поэтому медики советуют сделать укол как можно раньше. В случае зафиксированы, в высокий процент уже идет острой вирусной инфекции, которая дает осложнение. Тяжелое осложнение – это бронхит, пневмония, миокардиты, заболевания почек. Поэтому всех приглашаем на вакцинацию приходить. Пункт работает ежедневно с 11 до 15 часов. Также здесь можно вакцинироваться и от COVID-19. Но пройти иммунизацию от гриппа после прививки от коронавируса можно не ранее, чем через месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Приближаются выборы. Сегодня у нас в студии гость, председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Вера Маркина. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Здравствуйте. Как я понимаю, многие жители хотели получить открепительные удостоверения для того, чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Этот процесс еще продолжается? Нет, процесс этот завершился 13 сентября, в этот понедельник. То есть у избирателей была действительно возможность прикрепиться к тому участку, где им удобно будет проголосовать. В ТИКе это можно было сделать или в участковых комиссиях до 8 вечера, либо на портале Госуслуг до 12 ночи 14 числа. Поэтому эта процедура уже завершилась и уже, к сожалению, у граждан такой возможности больше нет, кто опоздал. Что в преддверии предстоящих выборов необходимо знать избирательно? Как мы знаем, меняется и выборное законодательство, и правила разных выборов, разных уровней, оно тоже несколько разнится. Что в данном случае, какие важные вещи лучше бы знать тем людям, которые придут на избирательные участки? Ну, первое, хочу еще раз сказать, что на территории Ленинского городского округа у нас и на территории Московской области будет проходить, помимо выборов Государственной думы, выборы депутатов Московской областной думы. То есть у нас две компании избирательные, одна федеральная, другая субъектовая. И наши избиратели, придя на участок, они будут получать четыре вида бюллетеней. Один вид бюллетеней — это единый округ, это где избиратели голосуют за список. И второй бюллетень — это где непосредственно кандидаты, одномандатники так называемые. Соответственно, такие же бюллетени и по Московской областной думе. То есть список и одномандатник. Поэтому бюллетеней в этот раз будет много. Что касается изменений, то в этот раз у нас ЦИК утвердил порядок трехдневного голосования в июле месяце. И там, помимо основных форм голосования, как мы привыкли голосовать на избирательных участках, либо это выездное голосование на дому, кому это требуется, еще предусмотрена дополнительная форма голосования. В основном это касается труднодоступных территорий. То есть бывает, что населенные пункты, деревни, они достаточно далеко расположены. Либо бывает, что близко, но, к сожалению, транспортом или еще как-то добраться сложно. Например, у нас есть избирательный участок, располагается в Сопроново, в Купелинке, а к ним относится деревня Петрушина, которая вообще находится через железную дорогу. И вот для таких избирателей мы предусмотрели дополнительные формы голосования. Там, где была возможность, мы вместе с администрацией нашли помещения, нашли муниципальные помещения, которые будут предоставлены на определенное время. Либо это специальные у нас брендированные автобусы. То есть избиратель ни в коем случае не спутает. Опыт у нас такой уже был в период проведения общероссийского голосования. То есть избиратель может проголосовать в правильно, хорошо оборудованном автобусе. Соответственно, у нас сейчас 15 таких территорий определено. определено, определен график. И сейчас мы активно при помощи, конечно, в том числе и администрации информируем избирателей вот этих территорий о том, что им не обязательно ехать на основной участок, добираться далеко, а они могут в определенные дни и часы проголосовать вот именно в этих местах. На что хочется обратить внимание, что такая дополнительная форма голосования, она будет проходить только два дня, 17 и 18 числа. А документы какие-то дополнительные надо иметь? Что нужно иметь, приходя на избирательную часть? Нет, избирателю, кроме паспорта, гражданина Российской Федерации, ничего иметь не нужно, потому что списки избирателей, они будут у выездной как раз группы участковой избирательной комиссии. Естественно, с этой группой могут выезжать и наблюдатели, и члены комиссии правосовещательного голоса, чтобы наблюдать за всей процедурой голосования, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений. И, соответственно, 19 числа уже это только на основном участке можно проголосовать. Это, скажем так, не первые выборы, на которых вы работаете. По опыту, насколько активны жители Ленинского городского округа, принимая участие в выборах? Я считаю, что у нас на территории всегда активно жители голосуют. Они у нас очень интересующиеся. То есть комиссия-то мы уже давно работаем. У нас, говоря, мы с июня месяца, как только выборы объявили, и нам регулярно поступают звонки от жителей. Они всегда интересуются, что сейчас у нас происходит, кто кандидаты, где можно проголосовать, как будет информирование осуществляться. То есть у нас очень достаточно активно жители вовлечены в избирательный процесс. Это прекрасно. Но я думаю, все-таки для тех, кто еще сомневается по каким-то причинам, ходить ли на выборы, не ходить, голосовать, не голосовать, я думаю, вам стоит, наверное, обратиться к ним с призывом посетить в эти вот пятницу, субботу, воскресенье избирательные участки. Да, конечно, уважаемые жители, я считаю необходимым, конечно, прийти на избирательный участок и проголосовать. Тем более, это две большие кампании, это выборы депутатов Государственной Думы и Областной Думы. И хочу сказать, что никаких сомнений у вас, придя на избирательный участок, быть не должно. Я еще хочу обратить внимание на то, что у нас будет вестись на всех избирательных участках видеонаблюдение. То есть оно начнется с первого дня голосования, с 17-го и камеры непрерывно будут работать до подведения итогов, до подсчета голосов. Поэтому, дорогие наши жители, пожалуйста, приходите, мы будем вас рады видеть. Отдайте свой голос за кандидата и за партию, которая вам близка к сердцу. Не оставайтесь равнодушными. Ну, спасибо за прекрасные слова и спасибо, что пришли к нам на эфир и рассказали столько интересных вещей. А я напомню, что у нас в гостях была председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Вера Маркина. К другим новостям. День красоты состоялся в Центре социального обслуживания Вера, поселка Развилка. Здесь проходят курсы реабилитации дети с особенностями развития. Именно к ним и приехали мастера одного из видновских салонов, чтобы сделать маленьким непоседом модные стрижки. И чулочку там подровняют. Смотрите, вот так вот. Нет, можно вот так. Здесь все, как в настоящем салоне красоты. Пожелания клиента, опытные мастера, профессиональные инструменты и приборы. Сегодня в Развилковском реабилитационном центре Вера организован День красоты, приуроченный ко дню парикмахера. Новыми прическами обзаведутся дети с особенностями развития. Детки, надо понимать, когда у них особенности развития, не всегда могут пойти в салон. Не всегда в салоне сотрудники есть, которые умеют правильно с этими детьми работать. Тут надо немножко больше внимания уделять. Чуть-чуть подход, любить детей. Мы стараемся. Нашли сотрудников, которые у нас могут уделять им внимание. И вот даже некоторых детей на патронаж мы взяли. То есть нам прям салон приходит. Ну и такие выездные, мобильные акции. Тоже сюда рады поучаствовать. Анастасия Стуканова и ее дочь Вероника постоянные посетители реабилитационного центра Вера. У Вероники серьезные нарушения двигательной системы, но благодаря усилиям специалистов центра состояние ребенка значительно улучшилось. А теперь и стильная прическа будет. Сегодня мы пришли с целью подстричься, нас пригласили, а так мы ходим с мая месяца для того, чтобы ребенок ходить начал. У нас получается. Отлично. Скажите, ну как, результатом довольны? Результатом очень довольны. Сами подсказывали мастеру стиль, или он как-то на свое усмотрение стриг? Нет, я доверилась мастеру. Глядя, как ловко и одновременно осторожно работают мастера, понимая, что эти люди вкладывают тепло и душу в свою работу. Впрочем, и сами они, судя по всему, тоже получают удовольствие от общения с детьми. Надо по-быстрому делать. И дарить счастье по-быстрому тоже. Не так прям там полчаса, а за 15 минут просто надо посмотреть, а не терпеть, не сидеть. Ну, слава богу, сегодня такие случаи не было. Детки все прям счастливы были, радостны. И терпели, сидели там. И все было шикарно. Работники и руководство реабилитационного центра «Вера» постоянно заботятся о том, чтобы не только процедуры, связанные с реабилитацией, наполняли жизнь детей с особенностями развития. И неизменно находят помощь со стороны самых разных организаций округа. У нас все время проходят какие-то акции. И мы, на самом деле, сотрудничаем со всем Ленинским районом. То есть мы сотрудничаем и с библиотеками, и со школами, и с детскими садами. И коммерция, конечно, нам тоже помогает. То есть торгово-промышленная палата всегда готова нам помочь. И такая помощь дорогого стоит, ведь главное для этих маленьких непосед ощущать тепло и внимание людей, которые их окружают. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Центральные библиотеки города Видное подвели итоги ежегодного конкурса любимому городу «Наш букет». Более 80 композиций наполнили благоуханием холл учреждения, ведь большинство работ сделаны из природных материалов. Оценила экспозицию и наша съемочная группа. Живые цветы, сухоцветы, шишки, еловые ветки, семена растений, даже овощи и фрукты. Участники ежегодного конкурса любимому городу «Наш букет» в который раз доказали, что красивую композицию можно сделать из каких угодно материалов. В прошлые годы мы принимали и вышивки, и рисунки, и поделки разнообразные на тему букет нашему городу. В этом году мы немножко ограничили работы. Мы в основном принимали букеты живых цветов, и сухоцветов или овощей. Ну, конечно, те люди, которые нам принесли рисунки, которые принесли поделки, конечно, мы их взяли, их можно тоже увидеть на выставке. Традиционно в конкурсе приняли участие местные жители, воспитанники детских садов и школ со всего Ленинского городского округа. Работы принимались с 30 августа по 6 сентября и сразу же отображались в фотоснимках. Природные материалы, увы, недолговечны. Всего на суд жюри было предоставлено более 80 композиций. Выбрать из них лучшее оказалось непростым делом. У нас было три номинации. Самый оригинальный букет, букет из живых цветов и букет из сухоцветов. В каждой номинации по три места. И еще мы ввели несколько дополнительных номинаций для работ, которые немножко не попали ни в какую категорию, но они были такие удивительные, что жюри их не могло не отметить. Специальные номинации и городские мотивы члены жюри отметили композицию четырехлетней воспитанницы детского сада Родничок Вероники Муратовой. Это вот наши красные дома, которые у нас на школьной, вот эти маленькие, которые цветущие. Тут у них утки, которые они видят в пруду в нашем. То есть они прямо все наши особенности нашего города уместили в эту работу. Сейчас все конкурсные работы выставлены в холле библиотеки. Посетители могут не только полюбоваться красочными букетами, но и ощутить исходящий от них потрясающий аромат уходящего лета. Мне нравится выставка. Красиво. Это нужно быть мастером, чтобы такое сделать. Очень хорошо получилось. Список победителей уже размещен на сайте библиотеки. Все они получат сертификаты и памятные подарки. Книги, конечно. Церемония награждения состоится в ближайшее время. Следите за анонсами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Послушать живую музыку под открытым небом на днях смогли посетители Центрального парка. Open Air организовал Видновский рок-клуб. На событии присутствовал и наш мобильный репортер. Энергия, драйв и яркие эмоции за это сегодня так любят рок-музыку. Известные хиты этого направления и песни собственного сочинения на днях звучали со сцены Центрального парка в исполнении видновских молодежных групп. Музыканты из From Call тяготеют к металл-кору. Тяжелый стиль близок к каждому участнику группы. Я сама по натуре такая достаточно бунтарка, назовем это так. Поэтому очень даже хорошо все. Вторыми выступающими стали воспитанники рок-клуба ребята из Reading to the Paradise. Их стиль заметно легче, чем у коллег. Несмотря на такую разницу в жанрах, зрители слушали артистов с большим интересом и уходить не планировали. Я хочу, чтобы молодежь развивалась в правильном направлении. Если они берут это направление, пусть они его ведут дальше. Чтобы их не швыряло со стороны в сторону. Пусть они развиваются. Пусть больше будет таких концертов. И это желание вскоре исполнится. Уже в конце сентября на сцене Дворца культуры состоится традиционный марафон «Рок за здоровый образ жизни». Выступят шесть команд и один хедлайнер. Об этом чуть позже будет известна. И каждая команда готова представить свой жанр, свой стиль и, конечно же, свое негативное отношение к наркотикам и вредным веществам. Марафон станет 25-м проведенным рок-клубом в муниципалитете. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Иднай ТВ. До окончания чемпионата России по мотоболу 2021 года всего три игры. Впереди у финалистов самый ответственный этап третья серия плей-офф. В общем зачете по количеству забитых мячей Видновский «Металлург» опережает соперников всего на одно очко. Но этого недостаточно, чтобы уже сейчас быть уверенными в своей победе на чемпионате. Игроки Видновского мотобольного клуба ведут усиленную подготовку к финальным играм, которые состоятся 16 и 18 сентября на стадионе «Металлург». Давно такого к финалу не подходило, чтобы разница в одно очко и последняя игра, чтобы решала весь результат всего сезона. Практически 6-7 месяцев играем, а вот осталась одна игра, которую надо обязательно выиграть. Поэтому очень напряженный сезон. Я думаю, что хорошо, что мы последний турнир играем дома. Накануне финальных игр видновские спортсмены тренируются по нескольку раз в день. Силовые занятия, бег, тренажерный зал и, конечно, оттачивание техники. Наставление старшего тренера домашние тактические заготовки для предстоящих матчей. Надо разворачиваться раньше. Значит, дальше найдите. Не обязательно фишка в этом месте, в другом месте. Тянуть, 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 показать. Туда, сюда, все, поехали. Там на самом деле выводишь. Раз разъеду, сразу с другой стороны, чтобы выводить. То есть обмануть, освободить. Самая ответственная встреча для «Металлурга» пройдет 16 сентября. Видновчанам предстоит встретиться с главным соперником на чемпионате России этого года командой «Колос» из Ставропольского края. Дорогие болельщики, искренне хочу, чтобы вы пришли. Потому что действительно будет очень интересная игра. Два ведущих клуба будут бороться за первое место. Кто выиграет, тот будет чемпионом России. Кто проиграет, тот будет старым. Так нам отступать некуда, как говорили, позади Москва. Будем бороться, естественно, на выигрыш. Всего в Видном с 16 по 18 сентября состоится три игры. Одна из них без участия «Металлурга». 17 числа «Колос» встретится с третьим финалистом чемпионата России по мотоболу командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.